Как называется часть Торы для сегодня? ЦАВ. Как в слове ЦАВ означает? Заповедь. Вот. ЦАДАЙ. Это, которая создаёт звук ТЗ. А какая-то буква? Это сделает звук В. Так, поэтому она делает звук ЦАВ. Это означает заповедь. И что прекрасно, это в еврите также означает слово. Каждая буква также является словом. И есть картинка, какое-то значение. Что мы помним про букву ЦАВ? Что означает? ЦАВ означает И. И это соединение. Оно соединяет две вещи. Эта буква ВАВ, она соединяет. Первый раз, что используется, это в Бытии 1.1, где мы читаем, «В начале Бог сотворил небо и землю». Это слово И. Это ВАВ. Так, оно соединяет. А что ЦАДАЙ означает? ЦАДАЙ означает праведность. Когда мы подумаем об этом, на английском мы добавляем С, чтобы оно было множественное число. А на еврите есть МИЦВА. И МИЦВА означает «это заповедь». Или заповедь Ди. ЦАВ. Очень легко знать слово, если вы знаете корень. Корень – это заповедь. И МИЦВА – это единственное. Если МИЦВА – это множественное число. Итак, мы находим, что заповеди делают. Это что соединяет праведных к Богу. ВАВ. Какая идея? Если учим соединиться с Богом, ВАВ – это соединение. И это как праведники соединяются с Богом, когда они исполняют эти заповеди. Тут это все просто. Но есть еще. Это ЗОД. Вы знаете, что ЗОД означает? Это еврейское слово означает «команда». Кто хочет быть на команде Божьей? А как нам присоединиться к команде Божьей? Когда мы делаем то, что Он заповедал? Чудо, как еврей, работает. Эти две буквы, которые здесь, означают «соединить» или «прикипеть». В этом слове заповеди – это как праведники соединяются с Богом, и как мы прикрепляемся к Его команде, или присоединяемся к Его команде. Это почему евреи такой прекрасный. Кто когда-то был, это хангкак, где называется «три ноги». И это Божья команда, мы соединяемся к Нему. Мы берем Его бремя, и теперь мы вместе. Или берем Его иго. И это почему дьявол не хочет, чтобы мы исполняли его заповеди, потому что он не хочет, чтобы мы соединялись с Богом. Очень прекрасно, как это просто, когда мы понимаем еврей. Это смысл быть, то же самое, и иметь иго с Христом. Мы думаем о ярмом, мы думаем о деревянной палке, но мы должны тянуть вместе с ним, как это велосипед, где два человека крутят, родители крутят колеса, а вы просто сзади сидите и наслаждайтесь. Мы начнем в Матфея 11, 28, 30. Еще говорите, придите ко мне все тружащие и обредненные, и я успокою вас. Почему? Потому что мы позволяем, чтобы он нес этот вес. Или это бремя. Мы говорим, принесите все ему бремя. Когда мы вместе, имеем это иго вместе с ним, он несет теперь я на это бремя немы. Возьмите иго мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен с мерцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Все, что Бог просит, чтобы вы делали, что Он просит, и тогда наслаждались. Кто очень часто делает то, что нам говорят, но нам это не нравится, но это Бог не понимает. Бог говорит, вы должны не только это делать, но это делать с радостью. Это, что делать его столь трудным. Кто знает, что мы не должны быть... Это неправильное иго. Или кто... Бог вообще-то тоже не хочет... Это неестественное иго. Эти заповеди — это то, что сделает эту связь. Мы знаем, что у нас есть тело и дух. Они связаны. Если одно из них разделяется от других, это называется смерть. Это называется смерть. Митзве или в заповеди есть то, что успешно соединяет физическое с духовным. Это почему люди могут быть духовно мертвы, потому что нет этой связи, как эта батарейка. Если нет этой связи, то эта машина не будет работать. Кто знает, что Бог — это тот, кто дает заповеди? Не повелитель. И повелитель дает что? Дает заповеди. Это почему... Повелитель, потому что он дает эти команды или заповеди. Но это слово «зап»... Оттуда мы получаем это слово «заповеди». Это как призрак к военной долгу. Мы не должны улочить наши ноги, когда нас Бог призывает. Вспомним Авраама. Он всегда бегал. Он рано встал. У него всегда... Это было правильное мышление. Это почему Библия говорит, «Делайте все как для Господа». Мы должны всем сердцем делать это, несмотря в чем заключается наша работа. Вы можете быть служителем вашей работе. И как вы можете быть светом, это когда вы делаете все с радостью. Да, это может быть трудно, но это правда. Этот стих, где Ишио говорит, «Возьмите Ига Мое на себя и научите от Меня, ибо Я кроток». Я вам говорю, нет ничего нового в Новом Совете. Это все... Другие слова говорят то, что в Танахе и потом больше объясняют. То, что Ишио здесь говорит, оно находится в Иеремии 6,16. «Так, говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему и найдете покой душам вашим». Когда Ишио во Новом Совете сказал, «Возьмите Ига на себя», это означает, делайте то, что я вас попросил. Делайте дело то, что я им сказал. Очень часто, и в чем есть эта разница, есть то, что мы думаем мы можем сделать для Бога. Но мы должны сделать то, что Он хочет, чтобы мы делали. Например, если вы встаняли в Микдоналдс, и не хочет, чтобы вы переворачивали котлеты, но вы хотите садить цветочки вокруг здания, и вы садите эти цветы, как долго будете работать в Микдоналдс? Потому что я не хочу, чтобы вы или переворачивали, что-то другое делали внутри. Это в чем проблема в христианстве. Очень часто люди хотят делать что-то для Бога, вместо того, чтобы слышать то, что Он хочет им сказать. Потому что, что Он нам уже сказал, оно находится в Тонах. Миккей 6,6, то, что Бог требует от тебя. Делай справедливость, люби милость, и говори, ходи в смирение перед Богом. У нас есть смиренный Бог. Он говорит, ходите смиренно с вашим Богом, у нас есть смиренный Бог. Люди приходят и говорят, смотри, что я делаю для тебя Бог. Кто когда-то получил подарок, то, что им не нужно? Может, вы получили какой-то подарочек, то, что вы не хотите. Бедный Бог получил столько таких подарков от Бога, от людей, которые даже не может их использовать. И поэтому нам надо спрашивать Бога, что ты хочешь от меня? Это как мы знаем, что Бог не будет получать эти лишние подарки. Прочитаем Левита 22,17,18. «Сказал Господь Моисей, уговорю, объяви Аарону и ценам его и всех за нам, Израилем, и скажи, если кто из дома Израильева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, победу никакому или по усердию приносит жертву свою, которую приносит Господу во все сражения». смысл, когда объяви Аарону, это означает, смотри, чтобы Аарон тоже это исполнял. Когда будут заповедить, это не то, чтобы мы говорили, «О, я знаю эту заповедь и ту заповедь». Когда вы говорите своему подростку, чтобы они выбросили мусор, но это они не сделали. И если приходят и они говорят, «Я тебя услышал, я услышал». Мы говорим, «Я не очень в этом не услышал, я хочу, чтобы действовал». Это что важно. Бог дает эти повеления, что мы их делали. И посмотрим на эти законы в Левитах. На прошлой неделе мы говорим про этих разных жертв или приношений. И сказал Господь Моисея, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, вот закон, вот это уже заповеди о жертве за грех». Жертва за грех — это тот неспециальный грех, или нечаянный, то, что вы согрешили, но вы это неспециально сделали. Жертва за грех должна быть заклада перед Господом на том месте, где закладятся все служения. Это великая святыня. Это все служения и жертва за грех должны быть сделаны в том самом месте. Потому что это не просто святое, очень святое, и оно должно быть сделано перед Господом. Бог хочет это видеть. Он святой святых, и он смотрит через это святое место, потому что эта дверь открыта, он видит этот жертвенник, и эти жертвы должны быть сделать, где Бог может видеть, что происходит. И заметьте это Левитам 6, 9. «Заповедай Аарону и сына его, вот закон свежения». Он говорит, «Вот это закон о жертве за грех, а это закон за всесожжение. Пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пузырит на нем». чтобы это случилось, что нужно. Тех, конечно, работают ночью. И смысл в этом, это чтобы огонь не закончился. Потому что это не был огонь человека, который начал сожигалкой. Это был в начале этот огонь, который пал. И не должны чтобы этот огонь продолжал и не заканчивался. Это уникальный огонь. Бог не хочет, чтобы человек огонь был на этой жертвеннике. Путие 46.2 Я сказал, Бог израил введение ночном. И Яков сказал, вот я. Сказал, я Бог. Я Господь твоего отца. Я хочу чтобы ты перешел в Египет без страха, потому что я сделаю тебе там народ. И это только к Якову, которому это сказано. Яков, иди в Египет. Но он был в страхе. Кто когда-то боялся что-то сделать? И потом Бог тебе повелевает это сделать? Некоторые боятся эти высоты. Они учат идти на эти ступеньки и посмотреть. Но самый лучший способ как-то решить это иногда как это сделать? Или кого-то руку держать, конечно. Ботия 19.27 когда Авраам собирался принести жертву Исаака. И встал Авраам рано утро и пошел на место где стоял пред лицем Господа. Это также стало место где храм потом был построен. Это место которым пошел. И подумать то что Авраам знал что он должен принести жертву Исаака если это был я то я очень поздно проснулся я бы не хотел принести своего ребенка в жертву но он исполнил эту заповедь из его сердца в Бытие 25.21 и молился Исаак Господу о жене своей потому что она была неплодна и Господь услышал его из начала Ревека жена его есть три время во время дня для молитвы девять утром потом во время обеда и потом три и эти три времени молитвы это когда Авраам молился когда Исаак молился и когда Яков молился они все молились разное время и это откуда пришли эти три разных время молитвы прочитаем Левитов 6.10 и пусть священник который будет от служения Йом Капур и есть нормальные священники это просто любой священник священник оденется льняную одежду свою и наденет тело своё льняное нижнее платье и снимет пепел от священника которое сжёг огонь на жаднике и положит его под жадника то что я хотел чтобы вы заметили здесь можете представить если это белая одежда и ваша первая работа это выбросить мусор я бы сказал пусть я это сделаю в своей грязной одежде Бог сказал вы не можете одевать эту священную одежду дома вы должны прийти в вашей одежде потом снять и одеть эту льняную одежду и потом сделать работу потом снять одежду и потом взять вашу старую одежду вы не можете одеть этой льняной одежде и показывать что вы как-то лучше но можете вы представить как часто им надо было мыть эту одежду ведь есть эта кровь у них есть пепел от жертв вчера я дотронулся к моей машине и у меня был жир на моей руке представьте вы священник у вас есть эти разные жертвы этот жир потом кровь но это была одна из работ это первая работа которые священники должны были делать это вынеси этот мусор и может мы бы сказать а почему-то любой человек не мог это сделать я священник и бог это повелел чтобы священники тоже были смиренными не было тысячи священников когда мы думаем священников мы думаем что они делать это сужение в скине но тот кто выносил мусор а другой делал эти жертвы а другой потом несет жертвы на жертвенник а потом кто-то другой приносил бревна всю ночь были эти позиции или работы то что священники должны были сделать некоторые были часть этого гора их их работа была петь это не была бы конечно моя работа и заметьте это как я уже сказал представьте это было тысячи священников и многих не было этого возможности принести эту жертву потому что есть те которые только приносили два раза в дня 765 дней в году так 765 раз в день и поэтому они делали эту лотерею или выбирали разные имена и потом решали ты будешь приносить мусорь а ты будешь жертвы приносить это было тысячи работ и мы считаем что Загарик был старый у него не было возможности принести это благовоние все хотят принести это благовоние чтобы поближе к Богу чтобы он услышал молитву да Загарик ему сказал я уже старый я уже иду на пенсию на еще я не приносил это благовоние но Бог оставил самое лучшее для конца и конечно он потом был рад когда это случилось но надо понять что каждый священник их одежда была предназначена для них не было такой одежды которая для всех когда ваша одежда вымазалась тогда должны были портной сделать еще одну одежду для него и так не нужна очень много людей которые работают с одеждой также Левит 6 12 огонь на жертвы пусть горит и не угасает пусть священник зажигает на нем трава каждое утро и раскладывает на нем все сожжения и сожжигает на нем туг мирной жертвы один человек должен был проверить чтобы огонь не заканчивался а другой приносил эту дрова другой приносил эту жертву Левит 6 13 огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает мы это опять и пять слышим и что это означает огонь не должен угасать это очень глубоко или очень непонятно но мы также не должны чтобы огонь угасал в нас каждое утро если мы называем себя священниками каждое утро мы должны продолжать этот огонь может у нас есть настроение но надо прийти это дрова принести эту жертву чтобы этот огонь продолжался мы должны понять что это наша ответственность чтобы этот огонь горел в нашем сердце Левит 6 25 26 скажи Аарону и сынам вот вот закон о жертве за грех жертва за грех должно быть заклаем перед Господа на том месте где заклается сожжение это великая святыня священник совершавший жертву за грех должен есть ее она должна быть съедима на этом месте на дворе скинье собрание и вы узнаете больше на следующей неделе я вас просто предоставлю для следующей недели кто любит барбекю делать мясо курицу стейк если вы отвечаете за этот барбекю и вы хотите кушать этот хэмберго вы хотите проверить чтобы он не сгорел кто хочет кушать то что сгорело потому что никто не следил за ним и так Бог хотел чтобы они следили за ним потому что потом священники должны были это кушать и Бог проверил так удостоверился чтобы они следили за жертвой но на следующей неделе мы узнаем что эта жертва была сожжена но вам надо дождаться до следующей недели и эта святость этого жертвы это показывает какая драгоценная и бесценная была жертва Мессии Левитов 7 1 2 вот закон о жертве повинности это великая святыня жертву повинности должно заколоть на том месте и заколоть все сожжение и крови ее кропить на жертвенник со всех сторон это все должно произойти на этом жертвеннике 6-7 стих весь мужской пол священнического рода может есть ее на святом месте должно есть что это великая святыня как жертва за грех так и жертва повинности она принадлежит священнику который очищает посредством ее почитаем Левитов 7 11-12 вот закон о жертве мирной который приносит Господу если кто благодарность приносит ее кто знает что это жертв благодарности ее не может заставить это они сами хотят например кто из нас благодарит или кого Бога к нам признаемся и когда мы благодарим это просто показывает что мы благодарны тому кто нам дает он должен принести пресные хлебы смешанные с елеем и пресные лепешки помазанные с елеем и пшеничную муку напитанную елеем хлеба смешанные с елеем и елей это помазание помазание Духа Святого есть известный псалом это псалом для этой жертвы благодарности с ее было сделано эти четыре карьгории людей когда должны были принести эту благодарственную жертву чтобы выразить свою благодарность Богу первое это те кто пережили это путешествие по пустыне кто бы хотел быть в пустыне особенно 40 дней да вы голодаете вас не хватает воды и те которые выжили в путешествии или какое-то опасное заключение или какой-то тяжелый болезнь или какое-то морское путешествие им надо было принести эту жертву благодарности не то что это требовалось но это морально требовалось потому что они сказали вы должны благодарить Бога за то что вы выжили если кто-то пережил опасный для жизни кризис и выжил то они приносили эту благодарную жертву чтобы выразить свою благодарность Богу чтобы признать что Бог их спас не их старания если вы выжили в пустыне если вы выжили в заключении или болезни или в морской путешествии это четыре каригория людей которые должны лица сделать посмотрим на псалом 107 первый стих «Завьте Господа ибо он благ ибо вовек милость его» как долг вовек второй шестой стих «Тогда скажет избавленный Господа которых избавил он от руки врага и собрал от стран востока и заповеда от севера и моря они блуждали пустыне по безлюдному пути и не нагадили населенного города теперь голод и жажду душа их истаривала в них но вызвали к Господу скорби своей он избавил их от бедствия это те которые были в путешествии следующие стихи 8 16 доставит Господа за милость его и за чудные дела его для станов человеческих ибо насытил душу жажду и душу отчищу исполнил благами они сидели во тьме и тени смертной окованной скорби железом это те которые были в тюрьме ибо не покорились словам Божьим и не брегли о воле всевышнего возмерил сердце их работами они прегнулись и не было помогающего но вызвали Господу скорби своей и он спас их от бедствия и вывел из тьмы и тени смертные и расторгнул узи их да славит Господа за милость его и за чудные дела его для станов человеческих ибо он сокрушил врата медные и железные сломил это те которые безрассудные страдали за беззаконные пути свои за неправды свои от всякой пищи отвращались с душа и они приблизили к вратам смерти это те которые больные и ничуть не умерли но вызвали Господу скорби своей и спас их от бедствия и послал слово свое и сшиво есть это слово и слел их избавил их от могил их они уже готовились умереть от их болезни но они теперь славят Господа за милость его и за чудные дела его для сынов человеческих да приносит ему жертву хвалы и да возвращает о делах его спеяния и потом последние это те которые выжили на море 23 32 кто когда-то был на океане на корабле у кого-то были эти большие волны и потом вы опускаете взнизу и потом вверх это очень невероятно отправляющие на кораблях море производящие дело на больших водах может они рыбачат видят дела Господа и часа его пучине он речет и восстанет бурный ветер и высоко поднимет волны ее восходит до небес не сходят до бездны душа их и совает бедствий они кружатся и шатаются они понимают что уже проблема потому что этот корабль поднимается и потом опускается они кружатся и шатаются как пьяные и вся мудрость их исчезает но вызвали Господу в скорби своей он вывел их из бедствий их он превращает бурю в тишину и волны умолкают и веселятся что они утигли и он приводит их желаемое пристань да славит Господа за милость его и за чудные дела его для станов человеческих да превозносит его собрание народное и да славит его сонми старейшин я не знаю если я когда-то был в Израиле но когда я был в Израиле я где-то там была приблизительно 20 раз мы пришли где-то школа была где маленькие детские учатся я был удивлен что у них был этот класс Библии они все пели Писание эти Писания всегда были пели их пели и это как они лучше запоминались и так что происходило это они запоминали очень большие части Библии здесь ученики они знают Псалом 107 это Псалом это песня они знали Псалом 107 Бог повелел чтобы был этот бурный ветер и эти волны а потом он превращает бурю в тишину и волны умолкают и посмотрим на Марка 4.35.41 вечером того дня сказал им переправься на ту сторону и они пусть и народ взяли его с собой как он был в лодке с ним были и другие лодки и поднялась великая буря волны били в лодку так что она уже наполнялась водой и мы подумаем представим это я люблю представлять вот он в большом большой лодке есть эти маленькие лодки теперь эта вода идет в большие лодки а где эти маленькие лодки их уже нету люди тонет все перевернулось есть это большая лодка и маленькие лодки и что ученики делали теперь их вода наполнялась а он спал на корме на возглаве его будет говорить учитель неужели эти нужды что мы понимаем вот эти люди погибают то почему мы тоже погибали савон запретил ветру и сказал морю умолкни перестань и ветер утих сделалась великая тишина и сказали что вы так боязливы как у вас нет веры и убоялись страхом великим и евре между собой кто же сей что ветер и мод ветер повинуется ему псалом 107 он Гошем он Господь псалтыр 50 23 кто принес жертву хвалу тот чтит меня меня потому что мы говорим это Бог не спас я твою любовь азата и кто наблюдает за путем своим тому явлю я спасение Божие те которые приносят эту жертву благоданности это приготовят этот путь для Божьего спасения но закон был об этих жертв кто хотел принести эту жертву приношение он должен принести 40 бухган хлеба и чтобы минимум 10 людей были свидетелями что вы благодарите что вы вернулись домой в общение чтобы прожили это большое событие должны быть эти свидетели если вы благословляете Бога вы не можете благословлять Бога вашей кладовке если это жертв благоданности люди должны услышать о этом чуде которое было для вас 30 хлебов были персами и имели масло а 10 были заквашены без масла 4 хлеба были даны священникам а остальные 36 ты разал бы друзья приношение на это благодарение были добровольными а не обязательными мы так многим обязаны Бога что мы должны всегда быть благодарны каждый день приносит нам новые возможности чтобы оценить Большую доброту и мы должны всегда выражать свою благодарность Бог что нам сделать потом мы его благодарим два года спустя это должно быть свое время сделано и что мы находим левит 8 37 и собрив все общество ко входу в скинье собрания моисей сделал так как повелел ему господь и собрал власть общества ко входу в скинье собрания и сказал моисей обществу вот что повелел господь сделать и привел моисей и арона и сынов его и омыл их водой и возложил на них етон и поясал его поясом и надел на него верхнюю ризу и возложил на него ефод и поясал его поясом ефода это открытие которое произошло неделю перед этим открытием в храме например если вы практикуете с одеждой перед свадьбой или концертом и так время перед это открытие они должны были открыть они должны омыть свои руки и ноги но это полное было погружение со всем которое показывало они полностью отдали на служение Богу вы должны быть Левит 8.35 у ввода скидерсом собрание будьте день и ночь продолжение 7 дней будьте на страже у Господа чтобы не умереть ибо так мне повину от Господа Бога исполнил Аарон и сына его все что повелел Господь через Моисея теперь они в доме Божьем и только мы прочитаем что если вы так не сделаете то вы умрете так быть домом Божьем может быть опасно на следующей неделе мы будем говорить об этом восьмом дне это будет часть торы и угадайте Моисей это открытие это было это 8 апреля как это затмение которое произойдет скоро и закончим этим Иеремия 22-26 ибо сам вашим я не потому что мы уже спасены командуете ли вы детьми соседей нет вы только командите своих детей эти заповеди не были даны язычникам но были даны евреям но такой заповедь дал им слушайте из класса моего я буду вашим богом а вы будете моим норм и ходите по всяком пути которым я заведую что вам было хорошо но они послушали и не преклоняли ухо своего и жили по внушению и порту злого сердца своего и сали ко мне свиной и сегодня как отца вашей высшей земли и пускай до сегодня я послал к вам всех рабов своих но они не слушали меня и не преклоняли ух своего а же свечили днюю свою поступали хуже отцов своих мы должны быть те которые быстро действуем и с радостью исполняем его заповеди у вас есть дети и вы для них все даете еду и потом они возмущаются о той маленькой вещи которую они хотят чтобы вы сделали но смысл в том что Бог нас любит Он не просит нас сделать то что мы не можем наказал ли нас Бог если мы не могли летать Нет Он только требует от нас то что мы можем Бог бы наказал вас за то что у вас были зеленые глаза а не коричневые можете вы покаяться в том что у вас есть коричневые глаза или карый Бог не требует от нас того что мы не можем сделать который должен это делать с радостью так давайте встанем и у нас будет перерыв, и потом будет прославление, и потом возвращаемся. Наш Отец, Нацарь, мы так Тебя благодарим, что Твоя слава, оно еще живое. Ты живая Тора. И Ты попросил, чтобы мы были этой Торой, чтобы мы были этим светильником, и делая то, что Ты нас попросил. Итак, я прошу, чтобы дал уши, которые слышат, и глаза, которые видят, сердце, которые понимают, то, что Ты хочешь, чтобы мы сделали честь во время этого времени. Я благодарю за тех, которые здесь, и вокруг США, и вокруг мира, которые смотрят и слушают, которые хотят быть этим светом. И мы знаем, что скоро Твое Царство придет. Итак, я прошу, чтобы каждый из нас отложил свои желания и строил Твое Царство. Твое Царство. Я благодарю за тех, которые приносят эти жертвы, чтобы Твое Царство продолжалось. Во имя и Шава. Аминь. Благословен Ты, Господь наш Бог, Создатель и Царь Вселенной. Ты благословил нас всей торой Твоей правды. Ты благословил нас с Советом Твоего Живого Слова, через силу Твоего Духа Святого, через оконченное дело Мессии Иисусуа. Ты один посадил между нами жизнь вечную. Благословен Ты, Господь наш Бог. Аминь. Можете идти на перерыв и повредить снегом, если вы можете поработать в вторник. Аминь. Аминь. Кадош Святой, Святой. Ты Господь. Ты так превыше нас. И ты просишь нас, чтобы мы были отделены, чтобы мы были святые. И да, хотя мы отделены, есть много твоих детей, которые больные, у них есть эти болезни, может физические раны, или духовно как-то ранены, эмоционально. Они, может, какие-то просто слабости. И мы очень помыли за те, которые мы любим, те, которые мы знаем, чтобы ты принес твое исцеление в твоих крыльях. Мы также хотим других обзов, которые нуждаются в деньгах, может, для дома, для машины, или для еды. Можете заплатить. Мы просим. И мы знаем, что ты сказал, что ты откроешь небеса и благословишь твоих детей. Если ты хочешь нас использовать, пусть своя воля исполнится. Мы также хотим помолиться о нашем народе, те вокруг мира, помолитесь о ваших лидерах, политических, религиозных. Мы просим, чтобы настоящее пробуждение пришло в нашем народе. Мы знаем, что если пробуждение придет, мы верим, и мы можем быть частью этого. Мы можем быть частью этой жатвы. повернее сердца и разум наших лидеров в каждом месте. Мы также помолимся в нашем народе, Израиле, которые будут входить в этот сезон Пасхи. Мы просим, чтобы защита, твои ангелы защищали их со всех сторон. Мы просим о их лидерах, чтобы они тоже возвратились в Торе. Во имя ищего. Аминь. Спасибо. Можете присесть. Мы всегда любим благодарить тех, которые смотрят нас вокруг мира и Соединенных Штатов. 43 штата, которые, естественно, смотрят, из 50. А народы, которые смотрят нас сейчас, Южной Африки, Корея, Каене, Канаде, Филиппины, Ассрации, Чили, Израиль, Северн, Персии, Бразилия, Ямайка и еще много стран. Мы так благодарны за каждого, который смотрит нас и соединяется с нами. Было одно объявление, которое я забыл упомянуть, но будет это воспоминание. После этого служения, перед тем, как мы начнем Клуб Торы, я хочу, чтобы вы все знали, после того, как это закончится, у нас будет памятник. Если вы хотите стать это воспоминание, но старайтесь не говорить, не быть громкими, вы можете это сделать на улице или снизу, и это будет время воспоминаний. Плюс люди, те, кто придет для этой памятники, пусть они будут, но все могут прийти. Так, будем углубляться не просто в Евангелие, но в Новый Завет также. У меня много стихов, которые я хочу, чтобы мы лучше поняли. И начнем Матфея 11, 1-3. И когда окончил Иисус наставление двенадцати ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их, Ианжел, услышав темницы Аделак, или Йоханнан, услышав темницы Аделак Христовых, посылал твоих и сунжиков своих сказать Ему, «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» У нас есть Иоанн, он темница, он хочет, чтобы его выпустили, но посылает двух твоих учеников, чтобы они спасили. Ты ли тот, которого мы должны ждать, или другой должен прийти? Почему мы думаем, что Иоанн, его двоюродный брат, который помазал его, и сказал, «Это Агнец, почему он вдруг спрашивает?» У кого-то есть ответ на этот вопрос? Я вижу ту руку. Может, Иоанн не все так происходило, как он ожидал? Были у него сомнения, когда он спросил это? и вам скажу ответ. Итак, вот в чем заключалась проблема. Евреи, даже тогда, все евреи, верили, что есть две Мессии, не один. Мы только верили в одного Мессии, что два пригода, но не верили два Мессии, что только один раз придет. Я вам объясню, почему они так думали, и это понятно. Да, мы уже смотрим назад, но если у вас это не было, и вы жили во время Мессии, и посмотрим на Писание, которое они смотрели, читали. Захаре 9,9 «Ликует радостью шеер Сиона, торжествует шеер Иерусалима. Сей царь в твоей грядет к тебе, праведный и спасающий кротки, сидящий на слице и на молодом осле, сыне потеремной». Вот идет их царь, который смиренный этого царя, которого они видят. Но читаем дальше, Данила 7,13,14 «Видел я в наших видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого дня и подведен был к нему, и ему было дано власть слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не пройдет, и царство его не разрушится». Некоторые видят, как Мессия сходит с облаков в небес, а как он может быть обои? Как он может быть смиренный, но также прийти силой и все должны ему поклониться? Они верили, что будет две Мессии, Исайя 53, есть этот раб, который страдает, тот умирает за народ, потом будет еще один царь, этот слуга Мессия, он должен был с историей Иосифа, и этот царь Мессия должен прийти с линии Давида. Итак, я думаю, что две мессии, один придет и умрет за людей, а другой придет и станет царем. Может, если я бы читал эти стихи, я бы тоже так подумал, что есть две мессии. Это что Иоанн думал. Иоанн спрашивал его, ты тот раб, который страдает, или ты тот, который не спесет из темницы? Это что он спрашивал, будет ты исполнять обоих роли, или есть еще другой, который приходит после тебя? Он не спрашивает, если он был мессия. Он хотел узнать, какой мессией он был. Понятно ли это теперь? Да, у него не было этого недостатка веры. У него вообще не было этих сомнений. И я хочу еще чтобы вы заметили. Кто знает, что тогда они не могли принтовать книжки? Только богатые семьи могли обладать хоть бы одним свитком одной из их. И это важно, что происходило это целое село и сообщество вместе собирая свои деньги чтобы произвести эту копию священных писаний. И потом эта община хранилась в местной синагоге. Нам надо понять, что много людей не могли читать тогда, 2000 года назад. И не было денег, чтобы написать. Вы знаете, что один свиток Торы занимает год, чтобы написать. И не любой человек может написать. Я не могу написать свиток Торы. этот свиток может стоить 25 тысяч. Целый этот свиток Торы, но занимает даже пять лет. Много евреев даже не слышали полную Библию. Может один раз в год царь один раз в семь лет царю приходилось читать части Писания. И поэтому они не знали кроме того, что они слышали в синагоге. И они не могли запомнить то, что они слышали, потому что у них не было ни ручек, ни листков. Как образование этих еврейских детей было запоминание священных писаний. И это начиналось с пяти лет. Еврейские дети начинали запоминать, даже запоминали большие отрывки священных писаний, даже целые книги. И это привело к способу, чтобы люди, евреи были очень религиозны. И это было положено на музыку, и так они могли, им легче было запомнить. Я был в село, и я пошел в школу, целая наша группа пошла в эту школу, и слышал, как эти дети пели эти писания. Но они могли сослаться на какой-то отрывок пророчества только через несколько ключевых слов. Когда я говорю, «Ибо так возземлял Бог», мы узлили в завшатах Иоанна 3,16. Это что они сделали? Они только говорили пару слов, и это все знали. И когда Иоанн Краситель сказал только пару слов, все знали продолжение этой истории. Понятно ли это? Я вам расскажу еще одну историю. Это настоящая история. И тюремная шутка. Если человек, который идет в тюрьму первый раз, у него есть тем, с которым он и он слышит, как кто-то кричит 42. Потом все смеются. Все смеются. И потом кто-то кричит 18. И все смеются. Он говорит с тем, которые сидят в тюрьме, что происходит? Мы так долго говорили эти шутки, что мы говорим просто шутки, и все начинают смеяться, потому что мы помним эту шутку. И он говорит 24. И никто не смеется, потому что может была плохая шутка. 48. Никто не смеется. И он спросит, что происходит? Некоторые люди даже не знают, как хорошие шутки говорить. И это чтобы вы поняли. Люди должны только сказать ключевые слова, и потом все знали продолжение этих писаний. Это то, что мы часто встречаем в писаниях раввинов. И когда Иисус говорит ученикам Иоанна, он говорит, слепые прозревают, ромы ходят, больные проказают, усилятся, глухие слышат, мертвые воскрешают, и благая вес проведуются бедным. И Иоанн знает продолжение этой главы. Он знает только пару слов, и Иоанн креститель может соединить эти моменты. И есть две писания, в Исаии, к которым он обращается. Есть ничего нового в Новом Совете. Оно все обращается к Старой Совете и приносит новый цвет, свет и соединение новое. Исаии 35-36 Укрепите ослабшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душою это обращается к Иоанну. Будьте тверды, не бойтесь. Это что Иоанн говорил. Вот Бог наш придет в общение в воскрешение Божие. Он придет и спасет вас. И Иоанн говорит, наконец-то. Тогда откроется глаза слепых и уши луги отвергнутся. Тогда хромой скотчет как олень и язык немного будет петь, ибо прибьются воды в пустыне. Мы также читаем Исаии 6-1-1-2 «То Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня плавествовать нижним, послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение». И Иоанн говорит, наконец-то свобода и возникам открытия темницы. «Наконец-то проповедовать лето Господне благоприятное и день общения Бога нашего утешив всех святых». И Иоанн креститель думает, «А я, откроешь ли эти двери темницы для меня?» И Иси говорил, «Да, я мессия». «Да, ты будешь освобожден, но ты будешь освобожден, когда ты умрешь». И тогда будет настоящая свобода. И она говорит, «Да, я есть обои мессии». Почитаем Бытие 38, 27, 29. «Фамар, она должна родить, во время родов ее оказалось, что близнецей в утро ее, и во время родов ей показалась рука, и взяла повивальная бабка, навязала ему на руку красную нить, сказав, «Этот вышел первый». Но он возвратил руку свою, и вот вышел брать его. И она сказала, «Как ты расторг себе преграду?» И наречено ему имя Фарес. Фарес. Это преграда. Или расторгнуть преграду. И прочитаем продолжение. Руф 4, 18, 22. «Вот род Фаресеев, или тот расторгнул преграду?» Фареса делал Исрум, Исрум, Амра, Анидава, Насона, Солмона, Вооза, Вооза, Овид, Иесей и Давид. Давид – это потомок этого Фареса. Есть тот, кто прочистил этот путь, тот, кто расторгал преграду, эту стену, чтобы люди могли идти. И прочитаем Малахия 3, 1. «Вот я посылаю ангела моего, и он что сделает?» Есть фарес, кто-то расторгал эту преграду, и кто это может расторгнуть, и это мы читаем, Малахия, это Елисей, и читаем Малахия 4, 36. Он говорит, «Ты и будете попирать нечестивых, ибо они будут прагом под сапом ног ваших тот день, который я заделаю, говорил Господь Савов. Помните закон Мой, или Тору, это Тора, что дойдет нам в силу в эти последние дни, раба моего, который я заповедовал ему на Гориве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам кого? Илью, пророка пред наступлением для Дня Господня Великого и Страшного. К нам пришел первый раз, это не был этот Великий и Страшный день. Это почему Иоанн Креститель только пошел в Духе Ильи, но очень скоро Илья сам придет, чтобы приготовить этот путь для Мессии. Это почему, я думаю, он будет один из всех свидетелей. Я думаю, будет три свидетеля. Я расскажу вам почему через минуту, если вы мне напомните, конечно. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не проразил землю проклятием. Кто знает, что все эти расстроенные или поломанные семьи, потому что нет отца. Очень часто у них отца нет. И поэтому есть преграда. и это почему Бог возвратит сердце отцов к детям и сердца детей к отцам. Но это произойдет первый раз и второй раз, когда он возвратится. Читаем. Давайте я закончу, что здесь написано. Он обретит сердце отцов к детям. Духи 1.17 И это говорит о Иоанне Кресителе. Придет пред Ним Духи и силе Илии, чтобы возвратить сердце отцов детям и непокоривым образом мыслей правильнее, дабы представить Господу народ приготовленный. Итак, Илия придет на ту землю, в которой вы живете очень скоро. И тогда это Иоанн Креситель, который приготовил этот путь для Ишиа, когда он пришел первый раз. Но Илия приготовил этот путь, когда он возвратится второй раз. И подумаем об этом. Мы читаем, что свидетельство двух или трех людей. Мы знаем два свидетеля точно. Можете думать, что вы хотите. Но я думаю, что может забыть Моисея и Илья. И почему? Потому что один показывает закон, а другой показывает пророков. И евреи всегда верили в Моисею. Они не поверят тому, кто не еврей. И поэтому они поверят Илье тоже. И они союз с ними все время. Эти два свидетеля будут говорить на еврите и они будут всем говорить, чтобы они возвратились к Торе, чтобы они покались. И потом все верующие скажут, это сатана и его же пророки, потому что они хотят, мы жили под законом. И не только это. Они говорят всем, чтобы они возвратились на Торе. И будут одеваться, конечно, как евреи также. И что произойдет потом? Потом этот антихрист показывает всех как проповедник, и он убивает этих два свидетеля. И потом на третий день они воскрешают. И все скажут, вот антихрист пришел первым, и здесь Мессия, он этот верующий проповедник, он убил этих два, и мы последуем за ним. Это почему люди будут обмануты. Они будут так против евреев. Они не последуют за Ильей и Морисеем. Они подумают, они постараются, чтобы мы жили подзаконно. И потом антихрист скажет, благодать всем. Он говорит, все входите в Мое царство, мне все равно про вашу религию. Это почему нам надо всегда думать. Матфея 11, 12. Одней же Яна крестителя, до ныне царство небесное, сила ее берется, и употребляющий силе восхищает его. Есть это слово «Хамас», или это «усилие». Что означает? Одней же Яна крестителя, до ныне царство небесное, сила ее берется, и употребляющий усилие восхищает ее? Кто-то может мне это объяснить. Как это можно понять? Потому что это неправильное. Это английский. Английский здесь опять обшибся. Я не знаю, как по-русски, или на испанской Библии, или китайской. Когда я был в Тайване, я спросил там людей, «Откуда вы получили свою Библию?» сказали английского. Я спросил, почему от английского не еврита или греческого? Есть Библия, что написано на греческом, и потом на испанском, и потом на латинском, и потом на английском, и потом на китайском. Мне кажется, вы что-то потеряете во время перевода. Это ужасно. Это почему я посоветовал им, пусть кто-то сразу с еврита на китайский или на тайванский переведет. И почему это так нужно понять? Потому что мы отрезали себя от понимания евреев. Вы знаете, что древний это раввин, который объяснил этот стих. И оно связано с Мегея 2,12. «Непременно соберу всего тебя, Яков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в осоре, как садо в вечном загоне, зашумят они. Я хочу, чтобы вы подумали, что тысячи овец и не в этом загоне. Это как много людей в маленьком элеваторе. Есть все эти разные овцы, и они все в одном месте. Он говорит, вы будете как это стадо в вечном загоне. Не будет места. Будет пастух и овцы, которые целую ночь стараются спать и не лазят по другому. Следующий стих, Мехея 2, 13. Пред ним пойдет стенорушитель, перефорест. Они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими. Тот открыл эту дверь, эту преграду, и теперь все эти овцы выбегают и не ходят через эти ворота, выйдут ими, и царь их пойдет перед ним, а во главе их Господь. Это тот, кто открыл эту дверь, и эти чтобы овцы могли выйти, и не следуют за своим царем, кто их ведет. Овцы начинаются толкать и бегаться, они стараются выбраться после того, как они были в этом месте всю ночь. Они прорываются через эти стены, и они бегут за посугом. Иравинское объяснение в Тасяган это, что нарушитель это был Илья, который приготовил путь для царя, который был Мессия. И этот сник должен был быть переведен. Законы пророки до Иоанна. С его времени Царство Божие благоверствуется и всякие усилием входить в него. Но скорее небо и земля пройдут, нежели одна черта из закона пропадет. Два прекрасных события пройдут одно время. Это царство, которое приходит в этот мир, и люди находят эту свободу, и Иоанн креститель, как вид Ильи, он был форез. Это тот, кто расстроил эту преграду, чтобы Мессию мог следовать за ним, чтобы они прошли через эти ворота. Теперь это царство выходит, и все его члены выходят, и царь сам ведет их в свободу. Матфея 11, 12. Он должен быть перейден так. От дня Иоанна кричит до ныне. Царство небесное, они выбираются это царство в свободу. Вы видите, как неправильно было переведено, когда вы не понимаете это объяснение раввинственных, и тогда очень много непонятий. Теперь у еще два стиха есть новое значение. Он еще не ободрят насилие, как чтобы продвигать царство. Простое значение с того, как Иоанн начал свое служение. Люди пребывают это царство, и слушатели еще конечно были знакомы с этими словами. Они поняли, что тот раз растрога преграды это конечно был Илья. И прочитаем Матфея 11, 28, 30. Здесь он говорит, как я в первой части упомянул, придите ко мне все тружайшие времена, и я успокою вас. Возьмите Иго Мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо Иго Мое благо и бремя Мое легко. Он говорит своих заповедей, что они благие и легкие. И нам начинаем, что его заповеди не тяжелые, они простые. Он говорит, вы найдете покой душам вашим. И это мы находим Иеремия 6, 16. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. И Иеремия использует эти положенные слова, чтобы критиковать пресеев и члей, которые затруднили это практически соблюдать Тору. И добавляйте заповеди, дополняем этим заповедям. Например, если это заповедь, мы хотим исполнить эти заповеди, нам надо их защищать. И фарисии говорят, вот заповеди, давайте построим забор вокруг этой заповеди, и перед тем, как они поломают эту заповедь, они поломают этот забор. Кто первый поставил этот забор вокруг закона? Это был Адам. Вы знаете, что Ев не было создана еще. Еще Ев не была создана, когда заповедь была дана, чтобы не кушать этого дерева. Еще она была не создана. и после того, он делает помощницу для Адама, он создает зверей, и никто не подходит для Адама. Потом создает Еву. Бог сказал Адаме, чтобы он не кушал этого дерева. И потом Адам ставит забор и говорит, не трогай его, чтобы она даже не умерла. В Таразаконе и Откровении мы не забирайте от закона. Ева трогает и она смотрит и говорит, я не умерла. Ты что, меня обманул? Он говорит, может, если ты обманул меня, что нельзя его трогать, может, ты мне даже обманул, что нельзя его кушать. Адаму надо было добавлять этот забор. Много евреев сегодня с хорошего сердца ставят этот забор, и потом еще один забор, и потом еще один забор, и стараясь защитить этот закон. И эти традиции, чтобы исполнять эту суботу, она такая тяжелая, что очень трудно исполнять. Многие говорят, мы даже не будем исполнять. Но проблема в том, что эти заборы, которые люди поставили, в Библии, нет, нигде написано, как исполнять суботу. Бог хотел, чтобы вы имели свободу. Это между тобой и Богом. Был тот человек, который многие знают, он жил в Вашингтон, Диси. И я был пастырем, я позвонила тебя сказать, я ссорюсь своей женой, я хочу, чтобы ты это решил. Я сказал, что происходит. У нас есть бассейн, и я хочу плавать в суботу, а моя жена говорит, что я не могу плавать. Я спрашиваю, кто прав? Я не буду отвечать, чтобы вставать посреди тебя и твоей жены. Я говорю, этот принцип, нигде не написано, что нельзя плавать в суботу. Суббота должна быть отделена. Если ты плаваешь каждый день, то не плавай в суботу, а если ты не плаваешь во время недели, ты можешь плавать в суботу. Проблема не то, что вы делаете, а если вы его отделили или нет. Это этот принцип или правило, которое мы должны понять. Итак, Яшуа предлагает простой подход. Он берет приоритет сострадения к ближним и обличения человеческим, чем в субботу. Вот Матвей 12, 1-2. В то время пройдет Иисус в субботу засеянным полями. Ученики Его уже залкали и начали срывать колосья и есть. Это было на кого-то они кушали зерно других, но в Торе мы знаем, что можно это сделать, даже в субботу. Но фарисея, увидев это, сказав, вот ученики твои делают, что они должны делать в субботу. Знаете, чтобы вы знали, было шесть разных групп фарисеев. Там не была одна группа, но это была та группа фарисеев в Талмуд. Очень много фарисеев, которые говорили, чтобы сохранить человеком превысшая законная суббота. Вы не можете сказать, я не могу тебя спасти, потому что это суббота. И причем третий стих. Он же сказал им, разве вы не считаете, что делал Давид, когда взял калсам и бывший с ним, как он вошел и ел этот хлеб, который ему не позвонил, и те, которые с ним были, потому что это только для священников. Но они были голодные. Он говорит, это важнее. Матфея 12, 5, 8, или не читали вы в законе, что священники в храме нарушают субботу, однако невиновны. Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. И кто это? Конечно, он, Мессия Иешуа. Если бы вы знали, что значит милость я хочу, а не жертвы, то не усадили бы невиновных, либо Сын Человеческий есть Господин и субботы. Но они не понимают. Говорят, вот, он поменял это на воскресенье. Нет, здесь это не написано. Он говорит, он Господин на субботу, и как она исполняется. Иешуа аргумент основан на принципе раввинов, которые Калм хомер. Это от легкого к тяжелому. Позволяло завиду его людям кушать то, что обычно запрещается, потому что они были голодны. Тем более, оно разрешено сыну давиному его людям кушать в субботу. Подобно если священникам, служившим в храме, можно было печь, они зажигали этот огонь, и можно сказать, что вы делаете, но они пекли этот хлеб, и чем больше позволительно тем, кто служит тому большем храме, чтобы утолить свой голод в субботу. И что интересно, когда мы переходим от легкого к тяжелому, это большой принцип, где евреи очень ошибаются. Они обращались к заповедям между Богом и человеком как очень тяжелые, а заповеди о человеке и другим человеком как это легкие. Важнее исполнять эти заповеди Божьи, чем заповеди о человеке. Итак, они сказали убить кого-то, это не так важно. Не исполнить субботу, это важнее заповедь. Они стали приоритет заповедям к Богу, потому что он важнее, чем заповеди о людях. Вы можете, не важно, как вы обращаетесь с людьми, главное, чтобы вы не исполняли субботу. Видите, как это странно. И покажу вам это. Матфея 12, 22-28. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить и видеть». И удивился весь народ и говорил, «Не это ли Христос, сын Давидов?» Знаете, что это означает? Сын, не ли это сын Давидов, где его отец, конечно, был Иосиф. Когда ври сын Давидов, он говорит, «Это он, это он Мессия». И, конечно, люди говорят, что нигде не говорят, что Иисус говорил, что он Мессия. Оно везде находится. «Парисе же, услышав Сия, сказали, он и занять бесов не иначе, как силою Безевула князя Бесовского». Но Иисус знал помышления их, сказал им, «Всякое царство, селившее само в себе, опустеет, как Соединенные Штаты сегодня, и всякий город или дом разделивших сам себя не устоит. Если Сатана Сатану заняет, он разделился сам собой, как жив и царство своего. «Если силою везовула и занять бесов, то сыновья вашей чьей царство занять, посему, они будут вам судьями». Если же я Духом Божьим из-за небесов, то, конечно, это сила давать царство Божьим. Это они хулят Духа Святого, потому что они говорят, что действие Духа Святого – это действие дьявола. И вот они заняют дьявол Духом Божьим. И читаем, что Лука 11-20 говорит, «Если я Перстом Божьим и заняю бесов, то, конечно, достигла давать царство Божье». Итак, Дух Божий сравняется с Перстом Божьим. И читаем Исход 31-18. И он говорит, дают эту заповедь Моисею, когда говорит Моисею на горе Синай, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на написаны были, Перстом Божьим. И многие говорят, «Я не следую за законом, следую за Духом». Но это Дух, который написал этот Закон. Дух и Закон идут вместе. Это его палец, который написал его заповедь. Это не разное, они идут вместе. Удивительно ли это? Сказав это, «Давайте встанем и закончим молитвы, и через десять минут у нас будет этот памятник. Наши честные царь, мы так благодарим, что мы можем собраться и представлять Тебя, всем сердцем, душой». Отец, научи нас твои пути. Мы можем познать эти древние пути, эти плохие пути. Это мы знаем, что находим, когда мы следуем за Торой. Это не наши законы, это твои дела. Мы не хотим делать свое дело, мы хотим делать твое дело, потому что наши дела тяжелые, но твое дело легкое. Итак, мы так тебя благодарим. Не только Господь хочет благословить вас, Он хочет написать свое имя на вас. Он хочет, чтобы вы были названы ребенком самого святого Бога, как он сказал, Аарон говорит, «Да, благословите Господь и сохраните тебя, да, призовите Господь святым лицем своим и помилуй тебя, да, обратите Господь лицем на тебя и даст тебе мир». Это самое прекрасное имя. Аминь. Идите в мире.